Девушки отдыхают Да Привет, Таечка Тебе того же, Котовский Ну как, будем богатеть А то ребята из угрозы с кокопытом землю бьют С трудом сдерживаю Знаешь что, Котовский Поимей себя с вывертом Мразь Баба Мань, дай папиросу Музыка 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 Привет Здорово Здорово Где жгут? Тсс, ребёнок спит. Ну, Априлса наверху спит. Витя за ним присматривает. Надеюсь, ему никто не говорил? Пока нет. Вот, пусть это пока и длится. Нехрен ему знать. Что? Неправильно это. Что неправильно? Ты можешь спрогнозировать его поведение? Он завтра спрыгнет, начнётся война судного дня, блин. Это его дочь. И он имеет право спросить... Ни хрена он не имеет права. Дочь. Я сейчас всплакну. Он про неё десять лет вообще не вспоминал. И что теперь? Надо дать её убить? Слушай, никто не собирается её убивать. Она вообще инструмент давления. Мы не можем его обманывать. Можем, Коля. Можем и должны. Это наша работа их обманывать. Моя работа? Его защищать. Защищать его показания, а не его. Он вообще их давать не начал. Это потому, что вы не выполняете свои обещания. Да не мы, блин, Коля. Не наши, а чужие. Я тебе уже говорила. Да какая разница? Раз вязались, значит и ваши тоже. Да пошёл ты. Тише. Ребёнок спит. Я вообще не понимаю. Чего вы спорите? В смысле? Говори, не говори, он всё равно без неё показания давать не будет. А вот если мы скажем, что есть хоть какой-то шанс... Какой? Ну, допустим, его дочь у Кубика. Пусть даёт показания против него. У нас хоть будет чем с ним торговаться. Угу. Что случилось? Свежая информация с контроля Кубика. У них дочка жгута. Так, это нехорошо. Нам это не надо. Они не должны сами решить этот вопрос. Ну что, будем помогать ментам или нет? Обязательно, обязательно. Только аккуратно, не напрямую. Есть адрес, где её держат. Ну а как же? Надо как-нибудь донести его до сведений оперов. Ну, есть у меня один человечек. Агент всех разведок мира. Ладно, придётся его задачить. Действуй. Нет. Федя, я ведь тебя не за советскую власть агитирую, а предлагаю вариант. Имея показания на Кубика, мы будем иметь возможность давления. Без дочки ничего говорить не буду. Отлично. Девчонку угробишь и сам накроешься. Тебе же дело предлагают, а ты кочевряжешься. Откуда я знаю, что это не ваши ментовские прокладки? И дочку не вытащили, и меня хотели развести. Зачем? Да, я слушаю. Не знаю. Да. Я уже никому не верю. Ведь вам нужен не я, а мои показания. Так что сначала дочка, а потом разговор. У вас ничего не вышло? Может, у меня получится? Ну, а потом и передоговариваться будем. Вот как? А может, это твоя прокладка? Может, это ты, доченьки, команду дал? Чтоб сбежала, чтоб с дела спрыгнуть. Хрен тебе, понял? Поедешь у меня обратно в зону, там и сдохнешь. Да поеду, поеду. Все, брэк. Задолбали, блин. Мне уже наплевать и на тебя, и на твое дело. Но надо что-то предпринять. Девчонку убью. Вы мне извините, человек отзвонился. Есть информация о девочке. Я в город. Насколько я помню, Семен Семенович, я всегда обращался к вам сам. Первый раз вы позвонили мне по собственной инициативе. Вы забывчивый, Ярослав. Восемь лет назад я просил вас помочь, когда у племянника права отбирали. Да, я помню. А тот печальный инцидент, с которого началось наше знакомство. Кто бы мог подумать, что этой юной даме еще нет шестнадцати. Она пыталась развестись, у человека пять, кроме вас. Так что вы мне ничего не должны, Семен Семенович. Ну, чувство благодарности отличает цивилизованного человека от дикаря. А еще у цивилизованных людей не принято обижать детей. Потому и позвонил. Только не спрашивайте, откуда я узнал адрес. Мне с этими людьми еще жить в одном городе. Мое любопытство ограничено только тогда, это когда это касается дела. Мне достаточно и адреса. Здесь написан адрес. Потом, пожалуйста, сожгите. Обязательно. Кто в адресе? Как ни удивительно, всего один человек. Кроме девочки, конечно. Люди говорят, что она вроде там, как добровольно. Даже так? Нюансов, простите, не знаю. Но информация заслуживает доверия. Так что не надо вызывать ОМОН, устраивать маски-шоу. Девочка может пострадать. Не пострадает. Что-то еще? Очень бы хотелось вас еще чем-нибудь порадовать. Пора перед Богом очки набирать, грехи замаливать. Увы. Если я попаду туда раньше, я замолвлю за вас, Славичка. Взаимно. Вы мне всегда были глубоко симпатичны. Продолжение следует. Продолжение следует... Здорово. Здрасте. Ну вот, еда есть. Так что на улицу неделю не высовываемся. А чё это такое? Это суши. Еда такая. Ну ты попробуй. О! Ну вот. Умница. Ну что, на неделю вам еды хватит? Так что нос на улице не показывать. Это нам чё, здесь неделю ещё сидеть? Слушай, ну как получится. Да может раньше, может позже. Ты пойми, сейчас отца твоего менты пасут. А нам светиться не надо. Нельзя нам светиться. Так что, ну чё, видик у тебя есть. Вот, еда у тебя есть. Чё ещё надо? Да ничего, я без проблем. Вот. Всяк лучше, чем в интернате. Орёл этот не обижает? А, смотри, у меня. Так что, давай. Давай отдыхай. Ну, я по делам побежал. Похоже, этот. Слушай, Ярик, ты попроще с виду. Сходи, посмотри. Уточни подъезд, этаж и куда окна. Не учи дедушку кашлять. Ну что, есть предложение, как войти в хату? В оперу, которая придумает новый способ захода в адрес, надо памятник поставить. Откройте, пожалуйста. Это сантехники, у вас подвал затопило. Новое, не обязательно. Можно что-нибудь из классики. Не, надо мальча подождать. Может, дверь в дерьмо, просто ломаем и всё. А это, говорит, представитель закона? Ой, а то я не помню, как ты поляков брал. Что-то я тебя там не припомню. Конечно, что-то вообще помнит. Давайте по машинам нехрен отсвечивать. Здрасте. Здрасте. Ну, твою мать, вы оглохли там, что ли? Тима Тормас, мужик вышел из нашей хаты. Высокий, сухой, попробуйте взять. Да, понял. О, блин, мужик из хата свалил, мальчик звонился. Вон он, вон он за угол зашел, прихватим. Ушел и хорошо. Если он был один с девчонкой, значит она одна осталась. Ты веришь, что ее одна оставили? Чего гадать, мужик ушел, ждем мальча. Ну что, не успели, не пули, что-то будет. Спалились. Значит так, тебе менты. Четверо, в штатском. Значит так, девку ты снял на улице. Никакого жгута, ты... Какой ствол? Так, откуда у тебя ствол? Выкинь через окно. Так, стоп, стоп, не кидай. Парень один остался, под окном стоит. Значит, вот сюда. Ствол ты нашел на улице. Меня не знаешь, тогда вытащу. Симку сожги, телефон разбей. Все. Да, понял. Что? Менты. За мной? Ну не за мной же. Да ладно, не боись. Вытащи симку. И почему мне это не нравится? Интересно, чем оно там занимается? Да не волнуйся, разберемся. Звони еще. Суки, не дождетесь. Значит так, я беру тебя типа в заложницу и приставляю голове пистолет. Низ все, он не заряженный. Так, ты делаешь испугное лицо. Менты нас пускают вниз, и мы разбегаемся. Понятно? Катя, мы знаем, что ты там. Мы от твоего отца открываем. Быстро, сюда! Это папу я как потом найду? Блин. Короче, 8 часов на Чернышевской. Там один выход. Либо я, либо Фишер тебя заберем. Ага. Готова? Готова. Твою мать, надо же было так вляпаться, а? Эть, я знаешь, как быстро бегаю. Посмотрим. Все, открывай дверь. Тихо, быстро! Я все равно быстро! Все, 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 все. А вы внизу, за сеть, все, 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 все. Эй, 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 держи его! Эй, 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 держи, ты иди! Пирай! Пирай! Иди, давай, иди, иди! Ярик, успокой её! Алло! Сволочи! Да нормально всё. Куприн слегка головой об лестницу ударился. А Ярик этому уроду реально сустав раздробил. Будет знать, тварь, как за стволы хвататься. Коля, отдай трубку папаше, она нам не верит. На, поговори с отцом, дура малолетняя. Трубку возьми! И хватит орать, уши болят. Папочка! Что стряслось? Пора. Уверен? Абсолютно. Абсолютно. Папочка! Ну, ты как? Нормально. Пап, ты прости, пожалуйста, если бы они не сказали, что к тебе везут, я бы никогда с ними не поехала. Абсолютно. Я знаю, знаю. Ты это, спасибо. Не булькает. Нальёшь как-нибудь по случаю. Да хоть сейчас. Сейчас не могу, я на работе. Ты хоть ребёнка покорми. А это кто тут ребёнок? Кто у нас ребёнок? Абсолютно. Заколебали. Вы так ничему и не научились. Что не понял? Что не понял? Вы кто? Вы меня не узнаёте? Да нет. Я, я одна из тех, кто пять лет назад ограбил вашу квартиру. А-а-а, точно, вам. Я тогда и открыл дверь. До свидания. Подождите. Что вам нужно? Мне нужно пятнадцать минут вашего времени. Мне очень надо. Хотите? Всё равно у меня уже воровать нечего. Да. Да, я. В смысле? Слышь, пионер, я не знаю, что с тобой происходит, но ты мне не нравишься. Да, всё нормально. Ни хрена не нормально. Если твои мысли хрен знает где, это может стоить нам жизни. Поешь. Ну, бабка. Ты не расстраивайся насчёт работы. Я освобожусь, и мы всё решим. Завидую я этому поганцу. У него ребёнок. Да ладно, хорош ты. Мне б твои проблемы. Начнутся алименты, а таблетками не оделаешься. Витя, я ж сказал, я позвоню в госпиталь. Будет время, съездишь. Не грусти. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Очень люблю. Пока. Муж. Это, в принципе, всё, что я могу вам сказать. Это, в принципе, всё, что я могу вам сказать. Идите домой. Поздно уже. В наше время могут и ограбить. То есть, как я правильно понимаю, вы знаете, где жгут и готовы сообщить нам об этом, так? Так, ну, разумеется, за деньги. За очень большие деньги. А что, в вашем понимании, большие деньги? Ничего себе. Это очень много. Ну, во-первых, я даю гарантии. Это мое дело. Я его веду. Это мой, свидетели мне всегда сообщают о его местонахождении. Это я его разговорил. Если не верите, можете позвонить Степану Москворецкому, и он подтвердит, что со мной можно иметь дело. Хорошо. Хороший у вас бизнес. Сами создаете проблемы, самих решаете. Ну, не мы это придумали. Вспомните девяностые, как наезжали на кооператоров, сами наехали, сами отмазали. Степочка, здесь вот этот чувак стоит. Я понимаю. Вот даже наша сегодняшняя встреча с вами. Все понял. Понял. Ну, допустим, вы согласны. В таком случае у меня два условия. Первое, деньги сразу и наличными. Я знаю, что они у вас есть. Ну, и второе, ментов мочить не будем. Я сделаю так, что у всех будет совещание, поэтому их там будет мало. Обойдемся без крови. Коллеги все-таки. Адрес когда получим? Как только будут деньги. Поехали. Так, значит, бдительность, ну и все такое. Водку не пить, баб не таскай. Ну, в баньку-то можешь сходить? В баньку-то просто зашибись. Ну, это если ты разберешься. Там какая-то шведская система, чуть ли не электронное включение. Да, и в холодильник не заглядывай, там слишком много пива и... А, вот знаешь, где ты, Коля, пропадаешь, когда типа у руководства. Ну, между прочим, я еду к руководству, а ты остаешься у пива. Не боись, начальник, я свою норму знаю. Коля, ты пионера. С собой забери. Ему одну проблему разрулить надо лично. А то, видишь, к виллу ходит. Здесь все равно от него никакой пользы. Я договорюсь, он с человеком встретится, переговорит, и ты его назад привезешь. Здесь все равно тихо. Ну, там, где мы, долго тихо не бывает. Типун тебе на язык. Гера свой дом никому не сдаст, а больше некому. Дочка все равно у жгута, завтра даст показания, и все, отдыхаем. Ты знаешь, у меня с годами такое впечатление, что чем больше оптимизма, тем больше потом всяких гадостей. Чего с Кленовым? Отлично. Захочет, расскажет. Ты его в госпиталь отвези, там, где мы лежали. Ну. И поверь, с этим лучше не тянуть. Чего, если он такой доверчивый? Вить, подойди, пожалуйста. Ты понимаешь, что мол... Вить, поедешь с Ивановичем, я созвонил с Ольгой Сергеевной, тебя готова проконсультировать. Пока он с начальством перетрет, тебе все квалифицированно разъяснят по твоей проблеме. Да ладно, что я другого времени не найду, что ли? Тем более, вас двое останется. Да хорош, два часа без тебя, продержимся. Езжай, пока берут. Я твою рожу кислую уже видеть не могу. На себя посмотри. Ну, ладно, надо так надо. Поехали. Больше рассуждаем. Слушай, пап, ты сможешь домой заехать? Ну, да. Возьми мне зубную щетку каких-нибудь вещей в моем ящичке слева, хорошо? Ну, хорошо. Слушай, вот если бы ты был преступником... Блин, ну чего, мы едем сегодня, нет? Сейчас. Преступника. Как бы я к тебе относилась? Я думаю, имея такую дочку, я бы завязал. Ну, давай. Пока. Не скучай. Поехали. Теперь все будет по-другому. Ты не волнуйся. Все будет хорошо. Папа больше тебя не оставит. Папка! Ну, что, повезло. Трое уехали. Ага. Хорошо бы все, кроме жгута. И чтобы он спал. Точно. Все хорошо. Сейчас вот еды еще закупим. А то у тебя там одно спиртное. Ага. Да, Тимофей рвется в твою баньку. Но не знает, как там, что включается. Понаворочил там, понимаешь. Ага. Ага. Да хрен вы там разберетесь без меня. Ты что, мне из Швеции и спецы приезжали налаживать систему. Там же пять программ. Знаешь что, мне сейчас один хрен делать нечего. Я сейчас сам подскочу. Заодно сам попарюсь. Да не боись, не будет никакого хвоста. Ты что, я сам оперу не лом, что ли? Ага, друг мой. Давай, все, я выезжаю. Ага. Здорово, интеллигенты. Ага. Привет. Ну чё, осмотрелись? Типа того. Ну и? Ну чё, три ствола, две соплячки. Ну и Федя жгут, по счастью, без ствола. Ага. Ну нормально. Нас трое ментов, тоже трое. Только бы вот Федя этот, чё не выкинул. Ну что, какие идеи? Да нам бы умного человека послушать. Ага. Слушай, я хозяин этот, Герман Воронин. Здесь? Нет его, только гости. Хорошо. Вот смотри, там шум о нём, вот там, где деревья. Шашка есть? Всё есть. Так хорошо. Ну я через ворота, вы через забор и работаем. Только как же они тебе, мил человек, ворота откроют? Сейчас узнаешь. Не нравится он мне. После дела спишет. Само собой. Только я вот что думаю. Может, тоже завяжем, но после дела. А то что-то на душе неспокойно. Завязать не знаю. А перерывчик на годик надо сделать. На Мадагаскар куда-нибудь макнуть. Почему на Мадагаскар? Ну, на Мадагаскар, так на Мадагаскар. Хорошо, хоть этих ментов валить не придётся. Меня эти только транквилизаторы напрягают. Сработают ли? Мы этих ментов уже травили. Ну, так то газ был. А это снотворное. Помнишь, на Урале как-то медведя мы с тобой завалили с одного выстрела. Медведь — это животное понятное. А наши менты никогда не знаешь, на что нарвёшься. Значит так, я начну рыбу показывать, и вы начинаете. Главное — шума побольше. Я работаю у тех, кто во дворе, а у тех, кто в доме. Девок тоже? Да мне пофигу. Главное — жгут. Рыбак, блин. Типа того. Гера! Гера, это я! Не люблю незваных гостей. Ты по периметру проверь. Может, ты правососед? Гер, я рыбу придёт. Как договаривались, я тоже был. Да я, знаешь, ты дома. Ну, свет горит, Гера. Свет горит. Свет горит, открой! Сердце опять что-нибудь прихватило! Скорую выгнуть! Блин. Сейчас шума нам тут наделает. Вокруг вроде нет никого. Значит, иди поздоровайся. Скажи, что мы, друзья Гер, в баню приехали. Рыбу возьми. Гера! Скажи, пускай вечером приходят, посидим. А сейчас дома баба у нас неудобно, понял? Ага. Что происходит? Ну, Гер, не смешно уже! Гера! Так. Гера, открой, пожалуйста! Что за прятки-то, а? Свет горит, дом стоит, ты дома. Чё соседу не открываешь, Гер? Чё случилось? Гер, я скорую звоню. Слушай, пожалуйста. Гер, я сейчас скорую вызываю. Гражданка Золотоградова. Да нет, моя фамилия Джоли. Анжелина Ивановна. Пройдёмте, Анжелина Ивановна. Обещал соседу рыбу, понимаешь? Вот принёс. Понимаешь? Да, извини. Рыбу, рыбу, рыбу! Рыбу! Что это? Папа, что это? Не волнуйся, всё будет хорошо. Оставьтесь. Отведи их наверх. Отведи их наверх. Наверх, наверх. Давай, давай, девочки, вперёд! Давай, я сказал! Давай, давай, девочки, вперёд! Давай, я сказал! КОeveryenga, следа, давай, девочка. Красиво. Косково. Я не буду с меня идти в свои руки. Сама ты дура. Открой дверь. Не надо. Извини, теперь кашлый сам за себя. Сама. Сама. Девятого. Везутого. Везутого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Присаживайтесь, Таичья, присаживайтесь. Привет. Привет, стукачок. Кто бы говорил, Таичка, кто бы говорил. Ну? Последний шанс у тебя. Будешь использовать или будешь в декабристку играть? Отвали, а! Тошнит с утра твои рожи. Ну ладно. Сама так решила. Давай. Понятые подставные, проходим, не стесняемся. Валя, Валь, позови следака. Так, ну проходите, располагайтесь, как дома будьте. А на чёрной скамье, на скамье подсудимой... Давайте в темпе, а! Тошнит от вас весельчаков уже. Отпусти меня! 快Adminelyorts Федя! Федя! 피? minimumancel Отпусти меня, mutant! Тость твоя? Отпусти меня, voluntった! У меня! Так вставай! Выходи! Федя! illegally bersang! Федя! Обойно! Таичья, зв qualcosa! Представила меня, дотrouна. Я не знаю, что я влажался. Опачки, это я удачно заехал. Я иду. Федь, я долго буду ждать, а? Я что-то не понимаю. Тебе что, дочка не нужна? Красивая такая, дочка-то молодая. Иду. Вот умница. Тот за ручки над головой. И без глупостей. Тебе все равно так и так подыхать. Иди, иди. Молодец. О, молодец какой. Хорошо. Только пушку убери. Она у тебя там, за поясом. Да ты спиной ко мне повернись. Обзовись. Крутой. Фишер, может, слыхал? Слыхал, слыхал. Слыхал, что спиной к тебе поворачиваться нельзя? Отпусти меня! Попусти его! Тебе J2-й! Обязательно! Только сейчас решу? Как? Ну всё. Надоело. Так, слышь? Красавчик, сейчас у тебя в башке лишняя дырка появится. Девочки отпустил? Ствол на пол! Я считать не буду! Выполнять! Успокойся! Ну, ты помнишь, дядя Гера! Ну, все, все будет хорошо! Тихо-тихо! Молодец, молодец! Тихо-тихо-тихо, девочка моя! Все, все будет хорошо! Все! Не плачь, не плачь! Все! Успокойся даже! Все хорошо! Ты кто? Хозяин! Ну, тогда наливай! Хозяин! За куда без этого? А вот и третий! Ну, ты как? Алексей Михайлович! Да! Посмотрите внимательно на этих женщин! Вы узнаете кого-нибудь среди них? Смелее! Алексей Михайлович! Смелее! Нет! Я никого не узнаю! Интересно! То есть, это как? Никого не узнаю? Да так. Не узнаю никого, и всё. Да вы повнимательнее, повнимательнее приглядитесь! Вы мне не её описывали случаем, нет? Повнимательнее? Повнимательнее. Пожалуйста. Никого. Так и запишите. Интересно. Бывает и такое, конечно, но если этот вопрос так важен для вас обоих, она должна была сказать. Я не хочу вас расстраивать, но, похоже, ваша жена не хочет иметь детей. Ольга Сергеевна, пройдите, пожалуйста, в операционную. Хорошо, через несколько минут. Скорее, это вопрос не ко мне, а к семейному психологу. Хотите, я вам посоветую хорошего специалиста? Нет, спасибо, Ольга Сергеевна. Дальше я сам как-нибудь. А вот это уже неверно. Почему? Ольга Сергеевна, как мои рейки отсюда? Да у вас всё в норме. А может быть, повторим анализ? Повторим, повторим. Идите. Давайте вечером. Потому что вы всю ответственность возложите на неё. А разве это не так? Она обманула меня и считает возможным дальше так поступать. А если она не уверена в будущем? А вы сами уверены, что вы станете хорошим отцом? Что вы будете уделять ребёнку достаточное количество времени? Что не станете для него воскресным папой? Что вы имеете в виду? Извините. Клёнов. Да, всё, сейчас бегу. Спасибо, Ольга Сергеевна. Теперь это уже мелочи. Мне бежать надо. А вот это я и хотела вам сказать. Ответственность не должен нести один. Спасибо большое. Спасибо. Не знаю, почему я так поступил. Наверное, подкупила ваша честность. Как это вы решились ко мне прийти? Учусь быть нормальным человеком. Удачи вам. Спасибо большое. Вам тоже. Жень, ну давай, начинай. А с вами, Федор, будем встречаться регулярно. У меня столько историй. Заслушайтесь. Надеюсь. Подождёшь пять минут? Печать на бумагу поставлю. Куда теперь? Москва разорилась на бабки, так что хату сняли, спецназ выделили. Вовремя. Вовремя. Слушай, а чё ты не ушёл? Дочка при тебе. Сквозанул бы после стрельбы. Ищи тебя в Гондурасе. Скучно мне без тебя будет, Таптыгин. Кстати, кто нас сдал? Не знаю. Обязательно узнаю. При попытке покинуть страну по поддельным документам, на торговом судне задержаны граждане Кубов и Поморцев. Более известные в определённых кругах, как Кубик и Поморцев. Мы предоставляем слово сотруднику ФСБ России Вениамину Гаврилову. Спасибо. Привет. Мы готовились очень долго и тщательно. Привет. Что-то случилось? Я нет. Просто устал немного. Кто будет? Ах ты, ёлочка. Привет. Ну, как ты без меня? Как ты жила? Как обычно, скучно. Ела, спала. На работу устраивалась, как обычная баба. Даже не верится. Сама с трудом верь. Ну, давай. Пойдём. Слушай, а когда ты выбросишь свою дураку в шапку, а? Спасибо.